Это улица Копылова. И она уже выглядит совсем иначе, чем обычно. Здесь нет ям и луж, к которым за годы существования дороги устюжане успели привыкнуть. Пришла пора отвыкать. Совсем скоро здешние проезжие части дождь и слякоть будут не страшны. На Копылова уложат асфальт. Строительство дороги идет активно, без перерывов на выходные и праздники. В процессе работы приходится решать и возникающие проблемы. В частности, сейчас необходимо переоборудовать канализационные колодцы. Этим занимается наш МУП. Немножечко не успевает. По результатам инспектирования переговорим с руководством. Наметим, как быстрее продвинуться. И плюс у нас там в связи с оптимизацией самой дороги на улице Копылова появилась возможность еще и заасфальтировать часть улицы Угловского. Асфальт на Копылова будет уложен к августу. Заасфальтирует и поворот на улицу Угловского. В планах и совместно с расположенными здесь предприятиями и организациями благоустроить подъездные пути к ним. Для удобства жителей вдоль озер они выполнены уже. Выставлен бордюр. То есть подрядчик сделает водостоки. Сделает в дар муниципалитету водоприемник, который будет принимать талые воды. Все разуклонки сделаны. Вопросы, связанные с заездом во дворы и от гаражей домов, которые на Угловского находятся, тоже решены. На второй капитально ремонтируемой улице города Красноармейской тоже в настоящий момент идет реконструкция колодцев. Совсем скоро здесь приступят к нанесению финишного слоя асфальта. Одновременно с этим здесь идет обустройство тротуаров. По срокам успевают. Мы с вами говорили, что до 1 сентября должны быть сделаны. И вот поговорив с обоими подрядчиками, уверили, что в августе месяц объекты будут сданы. И мы будем принимать их вместе с населением, вместе с нашими жителями. На ремонт улицы Красноармейской по решению в Рио губернатора Георгия Филимонова из Дорожного фонда области выделено более 80 миллионов рублей. Еще 17 миллионов направлены на ремонт улицы Копылова. Совсем скоро проезжие части здесь будут радовать устюжан своим обновленным видом.